Трагическая дата для крымских татар 18 мая 1944 года навсегда останется в мировой истории как страшная трагедия. В Крыму почтили память жертв депортации. В 75-е годовщина со дня депортации крымско-татарского народа из родного Крыма на полуострове возложили цветы к мемориальным памятникам, провели траурные молебны. В памяти героя в Голубинке Бахчисарайского района появилась мемориальная доска лейтенанту-танкисту Якубу Люманову. В селе Андрусово Симферопольского района местная мусульманская община реконструирует мечеть. Трагическая дата для крымских татар 18 мая 1944 года навсегда останется в мировой истории как страшная трагедия. Несмотря на все последствия этого чудовищного события, крымско-татарский народ всегда жил мечтой о Крыме и надеждой на возвращение. Наш корреспондент Айшу Шулакова пообщалась с очевидцами депортации. О сломанных жизнях людей далее в сюжете. Этому тутовнику более 70 лет еще маленькой девочкой Хатыджи Кунду лакомилась его плодами. Дерево – свидетель трагических событий. Оно пережило отсутствие хозяев дома и как они сохранило жизнь. Спустя много лет Хатыджи Хартана удалось вернуться в родительский дом под Алушты в село Рыбачье. Правда, здание за долгие годы без должного ухода и в чужих руках сильно обветшало. События 18 мая Хатыджи Хартана помнят отчетливо. Ей было 10 лет. Девочку с родными погрузили в вагоны для скота и отправили на чужбину. До сих пор в воспоминаниях вкус протухшего рыбного супа, которым кормили в эшелонах. Поэтому сейчас рыбу не ест. В 6 утра постучали в дверь. Сказали взять с собой еды на 18 дней. Мамы дома не было. В этот день она была у родственников. Бабушки не разрешили за ней сходить. Бабушка быстро собрала самое необходимое. Мама нас нашла только через неделю в поезде. Когда-то этот дом в Бахчисарая принадлежал предкам Гульнары Ильясовой. До депортации в нем жила семья ее бабушки Джеверси и Джелиловой. Сейчас же здесь проживают совершенно посторонние люди. Здесь вот жила бабушка со своей мамой, папой. А здесь жила семья сестры ее. Несмотря на огульное обвинение в предательстве, Джеверси и Джелилова даже в ссылки вносила свой вклад в победу над фашизмом. На Маргелланском шелкокомбинате шила парашюты. Они там изготавливали парашютную ткань и отправляли на фронт. То есть, несмотря на то, что их выслали, тем не менее, крымско-татарский народ оставался верен советскому руководству. На сборы несколько минут никаких объяснений за сопротивление расстрел. Так 92-летняя Алими Османова вспоминает утро 18 мая 44-го года. Они с семьей жили под судаком в селе Тарахташ, ныне дачное. «Нам не разрешили взять с собой ничего. Усадили в грузовик, я попыталась вернуться в дом. Хотела взять платок на голову, а солдат меня не пустил. Сказал, что не положено, иначе будет стрелять». Когда уже ехали на поезде, на больших остановках варили протухшие консервы. На камнях кипятили воду в чайниках. Пока вода закипала, поезд уже начинал двигаться. Вагоны в основном были забиты женщинами, стариками и детьми. Именно в тот момент, когда десятки тысяч мужчин крымских татар воевали в рядах советской армии. Операция по выселению крымских татар началась 18 мая рано утром. К местам ссылки депортировались в Среднюю Азию, на Урал и в Сибирь. В первые полтора года депортации крымские татары потеряли почти половину своего народа. Крымским татарам отводили считанные минуты на сборы, после чего их на грузовиках вывозили к железнодорожным станциям. Именно в таких вагонах-теплушках 75 лет назад крымские татары были выселены с родины. Только со станции Сюрень, где сейчас мы находимся, было депортировано около 100 тысяч человек. Это жители Бахчисарайского, Симферопольского районов, а также Большой Ялты и Севастополя. Практически каждый третий депортирован. Согласно советской версии, выселение было связано с массовым дезертирством 20 тысяч крымских татар в начале Второй мировой войны и якобы тотальным предательством во время нацистской оккупации полуострова. Однако изучение архивных документов и исследования ученых полностью опровергают массовый переход крымских татар в ряды вермахта. В общей сложности это 12 тысяч вернулось с фронтов. Это почти половина. Такая статистика по всем репрессированным народам. То есть за время войны, потому что все мобилизованные в 1941 году, они воевали все 4 года. А 1941-1942 годы это самые тяжелые потери. То есть несмотря на такие жестокие потери начального периода войны, вернулось все-таки 12 тысяч, и они стояли на спецучете. Несмотря на отмену обвинения в массовом коллаборционизме, крымские татары массово смогли вернуться на родину только в конце 80-х. Историческая справедливость была восстановлена 21 апреля 2014 года. Президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации. В память об ужасной трагедии под Бахчисараем строят мемориальный комплекс «Сюрень», посвященный жертвам депортации. А 18 мая официально стал днем памяти жертв депортации. Традиционно 18 мая на территории мемориального комплекса «Сюрень» состоится траурное мероприятие. Митинг-реквием, восложение цветов и театрализованное действие. А во всех культовых сооружениях Крыма проведут коллективные молитвы. Айша Шулакова, Асанзий Вадинов, телеканал Милет. Трагедия судеб. В Крымско-татарском музее художник Садых Аджиселимов посвятил экспозицию 75-й годовщине ко дню памяти жертв геноцида крымских татар. На выставке представлены картины, которые автор написал в годы ссылки и уже на родине. Будучи свидетелем страшных событий 44-го, на холсте Садых Аджиселимов запечатлел свои воспоминания. Экспозицию увидела и наш корреспондент Фатиме Сейдаметова. Ночь, вагоны, смерть и слезы. Экспозиция в выставочном зале Крымско-татарского музея посвящена одной теме. 18 мая 44-го. Автор этих работ Садых Аджиселимов. В 12 лет он стал свидетелем страшных событий. В ссылке потерял и отца, и мать, а два старших брата погибли на фронте. Все свои воспоминания более 70 лет он хранит на этих холстах. В экспозиции представлено более 30 работ, посвященных памяти жертв геноцида. За их упокой прочитали дуа. Школьники Крымско-татарской школы имени Шлефа Шемьезаде прочитали стихи о депортации. Здесь не зубы татарки. Не забудешь, что страшно этот май. Опустили по крыму хибаски. Не судьба вам собрать урожай. Картины написаны акварелью. Последний раз их видели здесь 10 лет назад. За это время художник написал новые работы. Это еще один пример трагедии. Многих людей утопили в море. Они так и не сумели спастись. Садыху Аджиселимову сейчас 88 лет. В 91-м году вернулся в родное село Ускут, которое тоже изображает в своих работах. Детские воспоминания связаны именно с Ускутом. Они стали основой всего творчества отца. Родное село занимает важное место в его жизни. Любовь к искусству стала делом семейным. Сын и внучка Садыха Аджиселимова – художники. Выставку «Трагедия судеб» можно посетить до конца июня. Ватимисий Даметов, Эльдар Заитов, телеканал «Милет». 75-е годовщина со дня депортации крымско-татарского народа из родного Крыма. В республике объявлен день траура. На полуострове возложили цветы к мемориальным памятникам. Провели траурные молебны. А в сирене под Бахчисараем состоялся митинг-реквием. По всему Крыму прошли коллективные молитвы. Подробности в нашем сюжете. 18 мая – день скорби в истории крымских татар. В 1944 году весь народ был выслан в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал. Накануне траурного дня во всех мечетях полуострова прошли молебны. В селе Мазанка Симферопольского района прошел вечер реквием. Прозвучали стихи и песни о высылке. Местные жители подготовили сценку о тоске старой женщины по родине. Мы должны гордиться тем, что наш народ нашел себе волю не только сохраниться в депортации, но и вернуться на родную землю. Нашел себе силы сохранить, несмотря на все чудовищные условия в первые годы депортации, сохранить язык, религию, традиции, передать это своим детям. С самого утра, 18 мая, по всему полуострову к мемориальным постаментам возлагают цветы. Представители крымской власти начали траурный день у памятника возрождения в Крымском инженерно-педагогическом университете. А здесь установлен мемориальный камень. Он напоминает о всеобщей народной боли крымских татар. Хоть и прошлось 75 лет, эта боль, она до сих пор в наших сердцах, она не утихает и об этих трагических днях мы не забудем никогда. Жертвы изгнания, их дети, внуки и правнуки. Все они пришли почтить память незаконно репрессированных и помолиться о тех, кто погиб на чужбине. Боль и горечь для наших родителей, и мы стараемся не забывать этого. Вот сегодня пришло уже мое поколение, следующее поколение, и чтобы мои внуки об этом помнили. Мы не должны это забывать, и народу, которого нет прошлого, нет будущего. Также возложили цветы и прочли молитву у мемориала жертвам депортации в ботаническом саду КФУ имени Вернадского. Именно сюда, в мае 1944 года, свозили людей с южного берега Крыма и окрестностей Симферополя. Именно сегодня, 18 мая, все должны понимать, что несмотря на то, что кто-то пытается нас разобщить, мы должны быть едины. Мы должны не просто объединиться, но мы должны мощью стать, которая позволит нам развиваться на своей родине, потому что в единстве наша сила. Это ужасное событие. Весь народ огульно обвинили в предательстве и изгнали на чужбину. Прошу Всевышнего, чтобы такое не повторялось никогда. Станция Сюрень – то самое место, откуда были высланы сотни тысяч крымских татар. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс. Строительные работы закончатся до конца года. Пока отцы и сыновья воевали за мирное небо над головой, их семьи были вынуждены покинуть родные дома. Очевидцы этих событий до сих пор вспоминают этот день со слезами на глазах. Из головы не выходит тот день. Пришли, забрали, отвезли к вагонам. Даже воду пить не давали. Умерла бабушка, младшие братья и сестры. Все умерли. Говорить об этом очень сложно. Ребенка, которому не было и четырех лет, поместили в вагон и увезли. Сердце разрывается. Именно в таких вагонах крымские татары были несправедливо изгнаны из своей родины. Без воды, без еды и без свежего воздуха. В таких условиях они пробыли более месяца. На этих снимках крымские татары, которые пережили боль разлуки с родиной. Каждая черта измученных лиц передает весь ужас трагедии 44-го. Именно это и напоминают в своей выставке сотрудники Крымско-татарского музея. Наконец-то через 70 лет наш народ получил многострадальный долгожданный указ о реабилитации. Почтить память жертв депортации приехал и глава республики Сергей Аксенов. Дни памяти становятся объединяющим фактором. Сегодня здесь представители духовенства, представители людей разных национальностей. Мы сегодня все вместе вспоминаем о тех, кто ушел из жизни в силу обстоятельств раньше срока. И, конечно, мы говорим, что это память, она должна нас объединять, она должна служить дальше на благо, на развитие. То есть мы первые, как органы власти, конечно, понимаем, что они должны допустить вообще впредь. И я уверен, что такого никогда больше не будет и не повторится. И никто насильный со своей земли никогда выселены не будет. Минута молчания и дуа за покой ушедших в безжалостном 44-м. Для многих конечной остановкой становились не Узбекистан и не Урал. Старики и дети не выдерживали испытания судьбы и умирали во время пути. 18 мая для крымских татар и других людей – большая трагедия. Мы это прекрасно знаем. Спустя 75 лет, когда мы уже вернулись и живем здесь, самое главное, чтобы ни один народ не забывал свою историю. Но и жить сегодня с событиями прошлого тоже нельзя. Это огромная ноша. В мае 1944 года на полуострове не осталось ни одного представителя крымско-татарского народа. В июне их судьбу повторили и другие народы Крыма. На тот момент численность населения всего полуострова была равна численности населения одного города. Сегодня каждый народ имеет право на развитие, возрождение, развитие своей культуры и традиции. Сегодня все конфессии вместе решают любые пропросы жизни, деятельности и важности в республике. Ежегодно на территории мемориального комплекса возрождается история. Стук в двери, а затем приказ. Выселение крымских татар закончить до 1 июня 1944 года. По вагонам! По вагонам! По вагонам! За полувековую жизнь на Чужбине, тоскуя по родине, крымские татары написали немало пронзительных строк о Черноморских берегах. Несмотря на все сложности, люди нашли в себе силы и терпения вернуться в Крым. Несправедливость прошлого века сегодня стимул процветать, развивать и обогащать свою родину. Наша история соткана из разных трагических и победоносных страниц. И вот именно эта дата позволяет быть нам сильными, поддерживать друг друга. И, конечно же, вот комплекс мер, который дает указ президента мировой реабилитации, позволит хоть как-то восполнить вот те утраты и духовные, и культурные, и в целом гуманитарные. По переписи населения в 2014 году на полуострове проживает почти 230 тысяч крымских татар. И это только начало возрождения на родине. В памяти героя в Голубинке Бахчисарайского района появилась мемориальная доска лейтенанту-танкисту Якубу Люманову. 20-летний парнишка героически сражался за победу. Он был командиром танка Т-60 и Т-34. Подробнее в репортаже София Шукурова. С тревогой и волнением родственники Якуба Люманова в его родной деревне Фотисала, ныне Голубинка, открыли мемориальную доску. На плите выбиты слова командиру танка Т-34 и Т-60. Место выбрано не случайно. Памятную доску установили в 30 метрах от дома героя. В этом доме проживали и моя бабушка и дедушка. У них было семеро детей. Самый старший это был наш Якуб МДЖ. Якуб Люманов родился в 1919 году, а в мае 1939 был призван в ряды Красной армии. В Великой Отечественной войне с августа 1941 года был командиром танка. Воевал под Смоленском и там же был награжден медалью за отвагу. После Курдской битвы экипаж Люманова уничтожил самоходную пушку. Якуб был ранен, но при этом продолжал вести огонь по противнику. За проявленный героизм был награжден орденом Красного Знамени. Люманов дошел до Берлина и, не дожив до Великой Победы, в феврале 1945 года погиб. Героизм, который он проявил, навсегда у нас в памяти. Он писал письма и не понимал, почему его народ уже в Средней Азии. Среди нашего народа много героев, поэтому нам нужно помнить и устанавливать мемориальные доски, чтобы молодое поколение знало о подвигах и героях нашего народа. На месте, где сейчас установлена мемориальная плита, в будущем появится и памятник Якубу Люманову. Администрация всегда будет навстречу идти, кто чтит своих жителей, своих героев. Спасибо, что есть такие люди. Мы всегда будем помогать. Жители Голубинки с радостью отреагировали на появление в селе мемориальной доски. Если бы он был жив, он был бы сейчас моим соседом или я была бы его соседкой. Люди же, несмотря на национальность, погибали и брали их на войну. И я вот очень рада, что такую доску сделали и откроют памятник. Потому что, вы знаете, я посчитала, этому человеку было всего 26 лет, когда он погиб. Это вот просто ужасно, что 26 лет погиб и не осталось у него детей, никого не осталось. Вот остались родственники и очень хорошо, что они помнят о нем, что они решили открыть памятник и что в селе будут знать. Память жива, пока родные помнят уже к следующему, 9 мая, в Голубинке появится список всех участников Великой Отечественной войны, призванных с Бельбекской долины. София Шукурова и Виталий Голубев, телеканал Миллет. В селе Андрусово Симферопольского района местная мусульманская община реконструирует мечеть. Здание было построено в начале 90-х, но два месяца назад его признали аварийным. Какие работы сейчас проводят на объекте и какой будет мусульманская святына в скором времени смотрите в сюжете Софии Шукуровой. Призыв Мудзина на намаз звучит в Андрусово с 1996 года. Мечеть построили на средства жительницы Турции. Таким было наставление ее отца, крымчанина. Сейчас культовое сооружение носит имя Абу Бекира. Раньше со стороны помощи не было и было сложно. Все мы это знаем. На средства этой женщины местные крымские татары собрались вместе и своими силами строили. И в 96-м было открытие. И слава Аллаху, за 2-3 года люди здесь совершали намаз. Из Турции приезжали, преподавали и много детей научились читать хуран. Мечеть собирала сотни верующих. Ее удобное расположение у трассы Симферополь-Ялта позволяло путникам вовремя совершать намаз. С 90-х и до сегодняшнего дня мечеть функционировала без газа. Помимо этого не было и соответствующей правоустанавливающей документации. Первоначально наша задумка была произвести небольшой косметический ремонт. Когда осмотр здания произвели, оказалось, что здание в 8 местах стало трещину. Шеф Кетасманов – прораб этой мечети. Сейчас он соблюдает пост и в священный месяц считает эту работу особенно полезной. Под его контролем здесь работают 8 человек. Ранее здесь были допущены грубейшие нарушения строительных норм. Сейчас же специалисты приводят мусульманскую святыню в должное состояние. Завершающая стадия нашего этапа работ – заливка монолитного железобетонного перекрытия. После чего будет произведена установка куполов, которые мы сначала соберем на полу, потом уже кранами смонтируем на крышу. Общая стоимость реконструкции – больше 8 миллионов рублей. Многие отзываются и безвозмездно помогают. В связи с тем, что есть хороший контакт с общественниками, есть хороший контакт с предпринимателями данного массива, есть хороший контакт со старейшинами, обсудили, собрались и приняли решение, что нужно заходить в реконструкцию. У нас в долине проживает крайне талантливый молодой архитектор Ахтем, который по нашему обращению с радостью отозвался и запроектировал, в данном случае сделал проект реконструкции. Из-за ремонтных работ местные мусульмане совершают намаз в других мечетях Добровской долины. И все они ждут скорейшего завершения реконструкции, в которой оказывают помощь общественники. Так как наша мечеть должна быть крепкой, надежной, уютной и теплым зданием. И данное решение тоже нас поддержал депутат Государственной Думы Бальбек Руслан Исмаилович, который также приезжал, осуществил некоторую материальную помощь нам. Всех призываем поддержать нас, осуществить какую-либо помощь. Это может быть помощь и в строительных материалах, кто-то может подвесить какую-либо технику строительную, кто-то может передать наличными на расчетный счет переправить. Он у нас открыт для этих целей. Это делается не только для нас, но и для наших потомков. Хотелось бы также добавить, что мы, общественники, не будем останавливаться на данной мечети. После того, как завершим реконструкцию в селе Вандрусово, мы также будем активно переходить и на другие мечети нашей долины. Сейчас священный месяц Рамадан, и давайте не будем забывать, что говорил наш пророк о Хадисе. Каждый человек, который протянет руку помощи на строительство мечети, будет вознагражден довольством Аллаха. Наряду с капитальным ремонтом и усилением несущих конструкций мечети стоит задача создать запоминающийся архитектурный образ. Согласно проекту, эта мечеть будет с основным большим и тремя малыми куполами. Эта мечеть станет визитной карточкой Добровской долины Софии Шукуровой, Эльдар Заитов, телеканал Милет. На этом все. Все главные события новой недели мы обсудим вместе в следующее воскресенье на телеканале Милет. Спасибо, что были с нами и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok